Служба безопасности Украины запустила сайт для получения электронных пропусков через линию разграничения в зоне антитеррористической операции. Теперь для того, чтобы въехать на оккупированную территорию или выехать оттуда, нужно подать электронную заявку. После этого выбрать координационный пункт, через который планируется передвижение, заполнить поля с личными данными, указать цель проезда. Копии документов можно добавить в электронной форме при заполнении. В СБУ отмечают, что эта система поможет избежать коррупции при подаче документов. На данный момент система работает в тестовом режиме. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подписал приказ об увольнении всех сотрудников Департамента государственной автомобильной инспекции МВД Украины в Донецкой области. Об этом он сообщил в Facebook. Согласно приказу, все сотрудники Департамента ГАИ Донецкой области, это 625 человек, освобождены от должностей и выведены за штат для проведения аттестации. По словам начальника ГАИ в Донецкой области Игоря Пожидаева, эти сотрудники не уволены, а выведены за штат. Есть случаи, которые взятки берут, были случаи предательства, интересов службы, есть случаи, которые вообще саботируют, подолгу находятся на больничном. Я вышел с предложения к начальнику УВД, согласно Николаевскую область, вывести за штат сотрудников ГАИ, чтобы все прошли переаттестацию 100%. Слав Васильевич поддержал предложение, было написано письмо, отправлено министру внутренних дел, который рассмотрел это обращение и принял решение вывести наших сотрудников за штат. Пройдет переаттестация, думаю, примерно в течение двух месяцев комиссионно, будет каждый сотрудник заслушан, и по каждому отдельно будет принято решение о дальнейшем прохождении его службы в ГАИ Донецкой области. Но уже когда будет вводиться уже полиция, новая патрульная служба, на этот фактор уже последняя аттестация будет обращать внимание, естественно. И тот, кто пройдет переаттестацию, у него есть все шансы попасть в новую полицию. В славянский годовщину освобождения от незаконной группировки ДНР отметили шествие. Как это было, видел корреспондент общественного телевидения Донбасса. Слава Украина! 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 Мы очень долго тут стояли и оборонялись, чтобы тут был мир. И мы говорили, что мы будем стоять до конца. Мы помним, как мы сначала пришли, когда люди не верили, что мы долго тут будем. Я сказал, что тут Украина пришла и она тут будет завжди. Провести честные выборы на оккупированной территории Донбасса пока невозможно. Такое мнение высказал председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебриский. По мнению губернатора, выборы на оккупированной территории будут возможны только после того, как российско-украинскую границу будут контролировать украинские силовики. Я взагалі вважаю, що навіть вибори, моє переконання, навіть згідно мінських домовленостей, вибори без, хоча б напротив трех месяцев, отримання жителям у оккупированных территорий різной информации без перспективы. Якщо сьогодні людям на протязі більше року вдоблюють тільки одну думку, є одна думка правильна, інша неправильна. З російського ТВ, з російського ТВ і з Новороссії, і люди не бачать іншої точки зору, не чують іншої точки зору. І навіть якби ОБСЄ змогло провести там, щоб з автоматами, мавпи, з гранатами не повзали по вулицям Донецька, все одно це не були б ні чесними, ні прозорими виборами. Бо чесні прозори вибори тільки тоді, коли людина має різну інформацію в достатньому об'ємі. Для того, щоб провести вибори на моє переконання, потрібно перекрити кордон, потрібно, щоб люди отримали хоча б мінімумно протязі трьох місяців інформацію з різних джерелів. І тільки після цього можна оголошувати вибор.